Мы с вами неоднократно уже говорили о процессе декоммунизации и многих неоднозначных вещах, или, может быть, вещах, которые неоднозначно воспринимаются в Украине даже и особенно на Западе, у наших западных партнеров. Помнится, даже некоторые критиковали вас за то, что вы как-то такие непопулярные вещи на самом-то деле произносите, потому что очень уж нужна нам по большому счету серьезная декоммунизация. Но последние дни поставили перед нами украинцами несколько вызовов неожиданных для нас. В частности, сегодня, например, Сенат Польши признал признать Волынскую трагедию геноцидом. И вот на самом деле текст этой резолюции достаточно обидный для Украины. Ну вот я даже зачитаю, да, якщо вы не против украинской мовы, да. Сенат Республики ведает шану памяти громадян другой республики по зверячему убытых украинскими националистами. Ну и так далее, там, далее по тексту. Вот и сразу же вспоминается о том, что вот совершенно недавно, вот мы там, Московский проспект, вдруг совершенно неожиданно решили переименовать вот прямо вот сейчас. Вот сразу вспоминается визит Комаровского, помните? И в тот же самый день, там, какие-то решения парламента, да. Вот что это на самом деле все такое? Что это такое? Что происходит? Вот это что? Декоммунизация с нашей стороны воспринимается не так, как на Западе? Или, может быть, на Западе не так, как у нас? Или у нас, может быть, есть какое-то непонимание этих процессов? Вот что это такое, Андреас? Ну, для меня это тоже загадка, потому что, как бы, декоммунизация, она сама по себе хороша и нужна. И, к сожалению, так, что с этой декоммунизацией идет, за этой декоммунизацией идет, как бы, новая мифологизация истории. И, как бы, это вот один тоталитаризм, он отвергается, а на самом деле другая тоталитарная движение. Я думаю, что ООН так стоит называть, потому что то государство, которое представляли себе ООН, ООНовцы, оно было тоталитарным. Это было однопартийным государством для украинцев и авторитарным, не демократическим государством. И, хотя, как бы, есть даже некое сходство, так сказать, между коммунизмом и вот тем идеалом, который себе представляли в ООН, как и в других движениях Европы. Это было тогда, в общем, то есть ООНовское движение было тогда очень европейским, в том смысле, что таких движений было очень много. Фактически во всех больших странах и во всех больших нациях были похожие движения. И, несмотря на проблематичность всего этого, тем не менее, лидеры этой организации, вся эта организация, она сегодня предподносится, как, ну, как бы, такой главный ориентир для национальной истории, национальной мифологии, может, даже для национальной идентичности украинцев. И это идет все в разрез не только, скажем, с тем, что там происходит в польской политике или, скажем, в гражданском обществе в Израиле или в интеллектуальной среде в Германии или в США, но это идет и в разрез просто с академическими исследованиями. Потому что, как ни странно, вот за последние годы, когда, скажем, где-то с 2010 года стало вот все более популярно вот это воздвижение, как бы, Бандеры, Шухевича, ООН, как бы, как национальных героев, одновременно тоже в академических изданиях в Европе, в Северной Америке идет исследование, глубокое исследование всего этого феномена, и оно как раз противоречит большинству тому, что здесь публикуется, тому, что здесь можно находить в книжных магазинах. То есть книжные магазины в Киеве заполнены вот этой литературой про ООН, но это все в резком противоречии тому, что публикуется в видных журналах, в престижных книжных сериях и издательствах на Западе. И вот в результате всего этого получается такое вот противоречие. И меня это так же, как и вас удивляет, потому что, вроде бы, мы уже имеем резолюцию Европарламента 2010 года, в феврале еще при президенте Ющенко, где Европарламент однозначно говорит, что оно осуждает. Вот тогда это был повод присвоение звания национального героя Степана Бандера. И, вроде бы, это уже решен этот вопрос, так сказать. И заключение, соглашение об ассоциации должно было бы, думается, повысить значение вот этой резолюции тогдашней Европарламента. Европарламентом представлены все страны Европейского Союза, то есть где-то полмиллиарда европейцев. И она просто, так сказать, соответствует тому, что и было опубликовано с того времени. И, ну, я считаю, что это один из, мне кажется, последних больших неправильных развитий, которые все еще сейчас происходят в Украине, что вот эта политика памяти, она идет и в разрез политическим интересам, и в разрез, я думаю, не только внешнеполитическим интересам Украины, но и внутриполитическим интересам. Потому что мы знаем эти опросы общественного мнения, которые все еще указывают на глубокий разрыв внутри Украины в оценке того же движения. Сейчас получается такой очень странный союз между, скажем, в оценке ОУН, между, с одной стороны, поляков и южных, и восточными украинцами. То есть они оба видят по разным причинам, правда, это движение, которое не годится для Украины, чтобы на этом построить всю национальную идеологию Украины. Поэтому я вот с большим, я озабочен просто всем этим развитием, потому что сейчас это переходит в такой постоянный скандал. То есть была, скажем, статья в очень влиятельном американском журнале Foreign Policy, который цитировал многие из этих исследователей, которые, вот как исследователи, которые занимаются на Западе этим, и сейчас вот это с Польшей. Это, я думаю, будут новые проблемы с Израилем, с международными еврейскими организациями. Почему? Почему могут возникнуть эти проблемы? Ну, потому что там просто совершенно другое видение, потому что там есть, как бы, и это не просто, собственно, дело не в видении, а там просто, так сказать, там считают, что вот это было, значит, в том числе антипольское, антисемитское, правоэкстремистское, ультранационалистическое движение, которое просто, оно противоречит всему тому, что сейчас, как бы, представляет собой Европа. Я уже, кажется, у вас говорил на этой передаче, что такой, может быть, самый фундаментальный парадокс в том, что Украина сейчас движется к европейской интеграции, к вступлению в Европейский Союз. Хотя Европейский Союз или предшествующие организации, которые были когда-то созданы в 50-х годах в Европе, они как раз были ответом на те националистические, ультранационалистические движения Европы, частью которых и было УУН. То есть это, можно сказать, что УУН было в свое время очень таким европейским явлением, потому что оно просто повторяло то, что происходило не только в Германии и Италии, но и во Франции, и в Румынии, и в Хорватии, и во всех этих странах были вот похожие движения, обычно их фашистскими называют. И Европейский Союз, он был как бы европейская интеграция, она как раз хотела перейти вот это, она была неким ответом на это. Европейская интеграция, в отличие от НАТО, от Атлантического альянса, не была антисоветским или антироссийским или антимосковским проектом. Она скорее касалась, вот главное было там, этот конфликт между Францией и Германией. Конечно, там главное было, это было под контроль поставить немецкая тяжелая промышленность, это было как бы такой один из главных движущих силов. Но смысл в широком сенсе было в том, чтобы покончить с этим этническим радикальным национализмом, чтобы нации могли дальше существовать, но чтобы не было больше национализма как политической идеологии. Спасибо.